Мы с тетей Викой решили зайти в церковь, помолиться, поставить свечки и успокоиться. Нам ответить на наши самые популярные вопросы, которые пишут в комментариях. Скажите, пожалуйста, это точно православная церковь? Да, церковь, Семенская православная церковь. Их всего две в Измерии. Это Святой Фатиньи и Митропольский храм Успения Господа Богородицы. Еще вот сейчас по рядышкам здесь путают, здесь католическая храм. Святого Иоанна Богослова, да, это католический храм. Святая вода здесь есть? Конечно. Каждое первое число месяца совершается водосвятный молебен, и вода всегда хранится в храме. В любое время работы храма проходите. На каком языке ведется служба? Будничные службы в храме Святой Фатиньи совершаются в основном на церковнославянском, в успенском, на греческом языке. Воскресная служба совершается на греческом, турецком и церковнославянском. Микс. Спасибо. И русскоговорящие, как видите, у нас здесь и есть. Могут ли заходить сюда мусульмане? Часто задают урмусские девочки наши, потому что они, соответственно, за турков. Да, заходить посещать богослужения мусульмане могут, и могут участвовать в таинстве тоже. То есть не могут встречаться, не могут креститься, не могут венчаться и так далее. Но заходить без проблем. И свечки тоже нельзя ставить, потому что они не крещённые и нету православного имя? Свечки они могут ставить. Но за них нельзя. За мусульман мы не можем молиться в лотаре. То есть записки за них нельзя писать. Свечки с молитвой в гугу за неправославных можно. Самим можно, да. Без проблем. Проходит ли здесь крещение? Да, крестить можно, но есть некоторые особенности. Если отец гражданин Турции, обязательно от него письменное согласие и личное присутствие. Очень важно, я не знала. Да. И крёстным может, крёстным или крёстным, может быть только православным или православным, находящимся в венчанном, либо не замужем, либо в венчанном браке. То есть если в браке за мусульманином, такой человек крёстным быть не может. Можно ли в этом храме венчаться? Да, все равно. Соответственно, опять же, не с мусульманином. Два православных человека могут венчаться. В особом случае может венчаться православный с католиком, но для этого нужно разрешение из патриархии. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Девчонки, не бойтесь, спокойно приходите сюда, заходите. Здесь очень приветливые люди, на все вопросы отвечают вообще без проблем. Девочки, привыкли у нас там на родину, что эти бабушки ворчливые, и боятся заходить. В храме Святой Фатиня открыт каждый день утреннее богослужение в 9, вечернее в 6, летом будет в 7. Во время богослужения храм открыт для общего доступа. У нас есть также группа. Группа есть. Телеграм, инстаграм, фейсбук, что еще, ватсап, русскоязычные группы есть. Да, если вы хотите все контакты, смотрите в описании, я вам оставлю ссылочки. Спасибо вам большое. Раньше я всегда путала, куда за что нужно ставить, и было почему-то стыдно спросить. Потом мне подсказали, что обычно квадратный подсвечник, это идет за упокой, а круглый это за здравие. Напишите мне, девчонки, в комментариях, как вы определяете, куда ставить свечки. Это иконки ручной работы, сделаны из бисера, из бусов, очень красиво. Внутри очень чистенько, очень уютно. Мы, в общем, посидели. Кстати, очень удобно стоят скамеечки, в отличие от наших церквей. Подумали, помолились, и на душе стало легче. Мы, в общем, набрали святую водичку. Батюшка сказал, что ее можно разбавлять с обычной водой. Убирать в темное место и хранить. Более подробное видео я оставлю в описании. Обязательно заходите, смотрите. Здесь неподалеку есть еще одна церковь, и мы решили туда заглянуть. А по дороге я немножечко сняла вам кусочек из мира. Это вторая православная церковь, и на Пасху служения будут проходить именно здесь. В описании оставлю все контакты, по которым вы можете связаться. А на ужин мы с турецкими свекрами пошли на Ифтар. Для всех желающих абсолютно бесплатно. Это уже последние дни мусульманского поста, потому что скоро начнется праздник Курбан-Байра. Пока накрывают на стол и ждут, когда начнется молитва. Только после этого можно начать кушать. А перед этим решили сделать небольшое представление танец дервишей. Дервиш – это монах-отшельник, посвятивший свою жизнь служению Бога. Многие сравнивают их с христианскими монахами, но в отличие от них суфии могут иметь семью. Танец дервиша – это не просто окружение в пространстве. Каждое движение это отточено и несет глубокий сокровенный смысл. Действие начинается со стихов о Руме во славу пророка Мухаммеда. А затем под музыку выходят танцоры в белоснежно-широких юбках. Потом они начинают медленно кружиться в одном направлении справа налево, против часовой стрелки. Кружение в сторону сердца, которое является домом Бога. Правая рука у них поднята вверх, что означает «к Богу». А левая обычно спускается вниз, к земле. Это символизирует передачу божественной энергии. Важный аспект в этом танце – эта голова должна быть под наклоном 25 градусов. Раньше в простонародье говорили, что дервиши входят в транс и могут крутиться таким образом не менее двух часов. Многие скажут, вроде бы казалось ничего сложного в этом танце, но это совершенно не так. Но на самом деле учатся его танцевать годами. Обратите внимание, танцоры начинают танец именно со скрещенных рук на груди, а только потом очень медленно начинают вращаться. Кружение в танце символизирует вращение планет вокруг Солнца или вращение душ вокруг Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Лично я была под впечатлением от этого танца, потому что они крутились как минимум 3 минуты неподвижно. У меня лично, у самой, пока я наблюдала, закружилась голова. Субтитры создавал DimaTorzok Не забудь поставить лайк и оставить свой комментарий для поддержки канала.